Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! В этом видео мы с вами рассмотрим первую партию финального противостояния российского гроссмейстера Сергея Корякина и польского шахматиста Яна Кшиштофа Дуды, которое мы сейчас с вами можем наблюдать на Кубке Мира. Напомню, финальный матч, как и все предыдущие, состоит из двух классических партий. Если по их результатам не будет выявлен победитель, то нас ожидает тайбрейк. Параллельно также проходит матч за третье место между Карлсоном и Федосеевым, но ближе к рассматриваемой партии. В этом поединке Корякин играл белыми и, конечно же, должен был постараться получить определенное преимущество. После Д4, КФ6, С4, Е6, КФ3, Д5, КЦ3, ДЦ, Е4, СБ4. В этом положении, которое уже встречалось в практике Дуды, белые забирают на С4. Взятие на Е4 и два нуля. В этом положении черные отошли на Ф6 и белые, пожертвовав пешку, должны получить за нее какую-то определенную компенсацию. Магнус Карлсон в первой партии полуфинального противостояния с Дудой сыграл здесь ферзь Е2. После рокировки С5, А6, С4 и дальше вот эту позицию с изолированной пешкой, Карлсон разыграл неплохо, но этого не хватило для итоговой победы. В нашей же партии Сергей Корякин сделал ход ферзь А4. Этот ход делают более часто. Нападение на слона и короля вынуждает черных развить коня, конь Е5 и ладья Б8. Эта позиция также встречалась в противостоянии Карлсона и Дуды, но не в рамках этого Кубка мира, а двумя годами ранее, в январе 2019 года в рамках турнира Вейконзея. Там Карлсон сыграл ладья Д1 и после определенных неточностей со стороны черных сумел получить атаку на королевском фланге. Также встречалось здесь прямое Д5. Правда, кроме разгрузочных операций это ничего белым не приносило. В партии Аронян Каруана, Ставангер 2018, далее было ЕД, конь Д5, конь Д5, конь С6. Вот такой размен. Белые тем временем отыграли пешку. После взятия на Д5 2-0, ферзь Д7, слон Д7 и получилось абсолютно равное окончание. На 28-м ходу ничья. Но в нашем поединке Сергей Корякин решил побить на С6 сразу. После БЦ он сыграл ладья Д1, а черные пошли слон Д7, слон Ж5 и слон Е7. В итоге белые особо ничего не добились. Черные контратакуют пешку на Б2 и, видимо, тут Корякин понял, что пора уже одовольствоваться малым. И свернул борьбу, забрав на А7. Черные пошли ладья А8. И получилась довольно типичная для таких ситуаций позиция. Белые не могут вызволить своего ферзя. После ферзь Б7 следует ладья Б8. Это вечное нападение на сильнейшую фигуру. Отход на А6 ничего не дает. Все равно будет ладья А8. Поэтому соперники вот здесь немножечко потоптались и согласились на ничью. Вот такой очень короткой получилась первая партия финального противостояния. И, как мне кажется, результат ее явно в пользу польского шахматиста. Он не только отстоял черный цвет, но и сохранил силы, а также позитивный настрой на завтрашнюю партию. Корякин уже завтра нужно будет играть черными и отбивать атаки яркого польского шахматиста. Как мы видели, на этом турнире это удавалось далеко не всем. Пишите свои комментарии по поводу этой партии. Были у меня небольшие колебания, разбирать этот поединок или нет. Но, кроме всего прочего, наш канал несет еще и новостную функцию. Очень многие зрители узнают о результатах партии именно по этим видео. Поэтому счел своей обязанностью все-таки разобрать. Это небольшое сражение. Не забывайте ставить лайки, если видео понравилось. Если не понравилось, то дизлайки. Подписывайтесь на канал Шахматы для всех. И еще раз повторяю, не забывайте писать комментарии. Ваша живая реакция на мою работу позволяет данным видеороликам выходить на первые места по запросу Шахматы. Конечно, для нашего канала это уже давно не новость. Но всегда приятно видеть, что результаты твоей работы по-прежнему находятся на достаточно высоком уровне. Ожидаем результата первой партии матча Карлсон-Федосеев, а также завтрашнего сражения в обоих матчах. Большое спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok